дорогие друзья сегодняшнее моё видео посвящено тому как увеличить уже существующую пенсию и особенно тоже это важно для предпенсионеров когда они собирают все данные о стаже о своих значит о своей работе для того чтобы как можно больше потому что сегодняшнее время мы пенсии не такие большие получаем как можно больше чтобы у них была начислена пенсия это все из моего личного опыта друзья мои поэтому я просто рассказываю наш что я применила чтобы увеличить что я такое сделала чтобы увеличить свою пенсию все мы когда-то значит в детстве в школьные годы в институт в институте работали то есть мы кроме того что мы учимся и работаем но у многих к этому времени например это какие-то могли быть разовые заработки эти суммы они как бы не был трудовых книжек то есть мне например книжка была заведена в 1978 году а до 1978 года я уже подрабатывал два года поэтому вот это вот стаж у меня он как бы не вошел а мы знаем что стаж у нас с вами стал учитываться автоматически с 2022 года наше правительство такие отчеты для бухгалтеров значит так сказать вело что нужно ежеквартально было сдавать сколько человек какой получил зарплату какой период он отработал за квартал и все сдается из 22 тысячи с года что было брали трудовую книжку работника и заводили в связи с тем что я сама главный бухгалтер я вот эту тонкость знаю и заводили просто весь стаж без заработной платы то есть а мы знаем что для получения пенсии очень важно именно очень важен именно 100 что в том числе поэтому друзья мои я вот например уволилась в 1980 году в той организации в которой работал поступил в институт а в институте я тоже подрабатывала но этого в трудовой книжке моей нет потому что в то время конечно же не заключали трудовые договора это была подработка такая например на каникулы что нужно сделать нужно пойти в тот в ту организацию если она на сегодняшний день существует или же узнать если это учреждение ликвидировано в каком архиве вот хранятся вот эти данные по вашей заработной плате и подать заявление в этот архив и вам выпишет вот это вот вот эту архивную справку сколько вы работали и какую заработную плату вы в это время получили и эти данные друзья мои мы отдаем вместе с заявлением пишем заявление на сайте госуслуг о перерасчете пенсии и подцепляем сканированный вариант вот этих справок и у меня прям буквально на следующий месяц я так сделала мне на на следующий месяц была прибавлена пенсия и так я три раза как бы возвращалась к этому вопросу трижды вот и мне до начислили пенсию ну это было где-то года три назад мне до начислил 380 рублей друзья мои но они теперь эти деньги проиндексировались и но я недостаточно таскать работала там какие-то небольшие а у нее а некоторые например в институте я вот знаю что мои знакомые они работали довольно таки продолжительное время но трудовой книжки не в то время не было никто ее им не выписал и у них этот стаж он как бы есть но в связи с тем что нет трудовой книжки и он не учитывается так что обратите внимание вот на такой момент которую я вот сейчас вам объяснила рассказала кому это интересно то можете вот своей практике применить для того чтобы пусть незначительную сумму но вы увеличите свою пенсию это очень важно пенсионеры знают что пенсии сейчас у нас не очень большие можно сказать маленькие и поэтому каждый рубль каждые 100 рублей они так сказать пригодятся даже для того чтобы например пойти купить себе какие-то витамины или дополнительные лекарства всего доброго дорогие друзья до будущих встреч на моем канале